Почему снится укус или когда тебя кусают? В любом случае это всегда больно, когда кусают. Поэтому болевой синдром, может быть опять мы смотрим во сне, есть ли болевой синдром. Болевой синдром может быть разным. Почему? Потому что болевой синдром может быть связанным даже с тем, что у вас может быть сон внутреннего содержания. Может быть то, что у вас проблемы могут быть со здоровьем. Со здоровьем и это достаточно серьезное предупреждение, потому что там присутствуют зубы. Зубы это всегда то, что может быть или ваша проблема со здоровьем, или ваших близких людей, которые могут причинить боль. То есть сон такой предупреждает, что надо быть поосторожней в тех сферах, в которых появляется символика, кого вы кусали, вернее кто вас кусал, каким образом откусал. То есть это всегда болевой синдром и нарушение, как правило, здоровья. Если вы были укушены, например, человеком, это может быть неприятности, которые вам принесут, будем говорить так, какой-то человек. Именно от людей могут быть неприятности. Они связаны, будем говорить, с расставанием, каким-то расставанием. И может быть, вот, например, снился сон, что женщине, что она, например, видела своего мужчину, который просто-напросто укусил ее руку, а потом начал отсасывать кровь у ней. Пошла кровь, и он начал сосать кровь. Это говорит о том, что мужчина, который находится рядом с ней, он делает ей специально больно для того, чтобы забрать энергию в ней. Почему? Потому что кровь, сосать кровь. То есть это как вампир сосет кровь. Поэтому тут может, в зависимости от места укуса, тоже может меняться смысл. Если это, будем говорить так, вас укусил комар в лоб, вполне возможно, что это может быть. Это небольшой укус. Но дело в том, что комары являются тоже насекомыми, которые забирают энергию. Поэтому рядом с вами может быть навязчивый человек, который будет постоянно с вами стараться вступать в какие-то диалоги, разговаривать, информационно делиться и все остальное. В это время он просто будет забирать у вас энергию. Если вас, например, укусил волк, это опасность есть от человека достаточно сильного, мощного и злого. И, как правило, это всегда боль, зубы – это всегда боль, и болевой синдром, и зубы – это всегда, как правило, расставание. Как правило, расставание. Или же, вот как я сказала, это может быть угроза здоровья. Если, например, у вас укусил, например, кот, поцарапал и стал кусаться кот, это неприятности, которые могут произойти у вас в вашей семье, от ваших близких людей. Если же укусил, укусила собака, это предательство. Предательство, которое может причинить вам боль от друзей, от родственников, от любимого человека для женщины. И вот здесь вот это тоже идёт к расставанию. Укус, как правило, всегда идёт к расставанию. Это может быть информационный болевой синдром. Информационный, потому что это род. Мы разговариваем, Бог говорит так, мы получаем информацию и даём информацию. Поэтому кошка, может быть, укушенный человек, которого укусила кошка, может быть, даже быть, вплоть до того, что вы можете узнать от своих близких про какую-то измену. И за этим может последовать развод. Если вы были укушены каким-то более животным, будем говорить, таким мощным, как, например, лев, это может быть неприятности, ждите от власть имущих людей. Поэтому здесь это может быть по карьере какие-то проблемы, может быть угонение с работы. То есть это всё, что связано или со смертью, или каким-то, то, что что-то заканчивается. Если укусила змея, то тут могут быть магические какие-то вещи, которые, в принципе, она ядовитая. Змея ядовитая, там яд, который может остаться в вас. Поэтому тут могут быть и магические какие-то действия, которые могут оказывать дальнейшее негативное влияние на вас. Поэтому здесь опять мы смотрим, от кого муравьи, это по работе. Если пиявки, пиявки, ну вот смотрите, укус от пиявок, вы видите, что укусил пиявка. Вполне возможно, что пиявка, это может быть какой-то человек, который может к вам присосаться. Опять же, когда идёт вот то, что насекомые у вас оттягивают кровь, забирают кровь, так большая вероятность того, что, может быть, люди каким-то образом у вас, вот, например, муравьи, могут идти, как в дождик идёт, как в гроза, могут людям забирать у вас энергию. Вот муравьи, это на работе, работа может оттягивать у вас силы. Если пчёлы, то же самое, пчёлы, пиявки. Но пиявки больше это не с работой связано. Это может быть от человека, который постоянно-постоянно может быть с вами рядом. Хотя иногда могут быть подсказки для лечения здоровья. Почему? Потому что там зубов нет у них, понимаете? Вот у пиявок зубов нету, у муравьёв как бы тоже вроде бы как и нету, у пчёл только жало. Поэтому всё, что связано с зубами, это расставание. То, что укусы связаны, например, пчёлы, муравьи, это именно символику, которую мы дополнительно ведём в том направлении, которое оказывает вот этот символ. Поэтому здесь, если укусы у вас болезненные очень, это может быть и доставляет очень большую боль, то здесь возможно, что это приходит у вас именно от другого человека, болевой синдром, который находится с вами рядом и который может где-то нанести такую боль. Это измена, например. Или уйти к кому-то другому. Или сделать какие-то вещи, которые будут вам принесут эту боль. И большая вероятность того, что именно этот человек, с этим человеком вы можете расстаться. Почему? Потому что, я опять повторяю, зубы – это символ смерти и символ расставания. Во снах может быть именно ключевая фраза с этим символом. Например, «кусать губы» – это переживание. Например, «кусать ногти» – это нервничать. Точно так же мы можем смотреть, что может быть символом, например, еды. Поэтому по дополнительным символам, например, символ еды, мы можем точно определить сферу, где может проявиться именно вот эта информационная негативная информация. Например, «укусила крыса» – это сфера денег. «Откусил» – вот нельзя путать. «Откусил» – это одно, это совершенно другой символ. А «кусать» – это другое. «Кусать» – это агрессия, которая идет. Это информационная агрессия, которая связана, вполне возможно, может быть, или с забором энергии, если это кровь сосущая, будем говорить, насекомая, или же просто-напросто, будем говорить, с болью. Например, «укусила лошадь» – лошадь связана у нас с работой. Какие-то могут быть проблемы, которые, может быть, или с увольнением связаны, например, или с какими-то расставаниями, может быть. Если «укусил» – клещ, это значит, кто-то вцепился в вас. И опять, какой-то вампир, может быть, потому что клещ, он кровососущий, будем говорить, насекомое. Поэтому, если по еде, то, например, «кусать колбасу» – обязательно будет информация не «откусить колбасу», а «кусать колбасу». «Кусать ягоду» – или «откусить», или «кусать ягоду». Вот «кусать» подходит именно вот тут ягода идет символом слез, может быть. Символом слез, разборок и все остальное. И поэтому тут может привести вот эта ситуация к болевому синдрому, то есть информационному ссору, когда человек может переживать. И вполне возможно с последующим развитием событий так, что люди могут расстаться. Продолжение следует...